Так, отлично, у нас уже спикер здесь, но я немножечко возьму звук по себе. У нас сегодня с вами будет Кристина, специалист, которая расскажет нам про новую упрощенную систему налогообложения, автоматизированную упрощенную систему налогообложения. По ней очень большое количество вопросов. В одном из своих выпусков я рассказывала вкратце, насколько могла, насколько там узнала и нашла информацию об этой системе налогообложения. Я понимаю, что остается большое количество вопросов, поэтому я и пригласила специально для этого Кристину, которую уже мы с вами видим на экране, и это очень радует. Кстати, большое спасибо, и это большой плюс, потому что до этого спикеры всегда очень долго разбирались, как же подключиться и как включить камеру. А вы молодец, вы сразу же подключились. Итак, не будем откладывать в долгий ящик. Кристина, передаю вам слово. Большая просьба прямо немножечко рассказать о себе. Я этого не делаю, чтобы вдруг не наврать какую-то из ваших должностей либо достижений, поэтому большая просьба о себе немножечко рассказать. И давайте перейдем как раз непосредственно к теме нашей трансляции. Так, спасибо большое, Анастасия. Всем здравствуйте. Меня зовут Кристина Судовцова. Я руководитель Центра бухгалтерской и налоговой помощи «Профбаланс». Мы находимся территориально в городе Ставрополь, но клиенты у нас находятся по всей стране, начиная там от Москвы и заканчивая, соответственно, там, Ханты-Мансийском, Иркутском и так далее. То есть далеко. Достаточно от нас, не наш часовой пояс. Соответственно, более 20 лет у меня есть опыт в бухгалтерии и, соответственно, что еще сказать? Экономическое, у меня юридическое образование, я магистр по, имею магистрскую степень по высшему экономическому образованию. Мне кажется, уже эти даже достижения говорят о том, что есть смысл вас послушать и узнать всю информацию. Есть смысл послушать, да, потому что эта система налогообложения, да, вот интересный выбор темы, автоматизированная, упрощенная система налогообложения, она только у нас в действии, только начала работать. И, конечно, еще немногие даже слышали о новой системе налогообложения. Собственно говоря, наш законодатель давно думал о том, чтобы ввести новую систему налогообложения и вот придумал. Значит, в феврале этого года был принят закон 17 ФСР, который, собственно, говорит об этой автоматизированной системе налогообложения. Автоматизированной и упрощенной системе налогообложения. Ну, будем тогда начинать о ней говорить, да, и тогда по ходу, ну, если что, будете, Анастасия, задавать вопросы. Конечно, да. Итак, смотрите, 17, 20, то есть в феврале этого года был принят закон 17 ФСР, об упрощенной автоматизированной системе налогообложения. И, значит, эта система налогообложения, как в свое время налог на профессиональный доход, который мы знаем, самозанятость, да, сейчас работает в качестве эксперимента. Значит, эксперимент этот будет проводиться до конца 27 года. И пока эксперимент не закончится, соответственно, ставки налога и лимиты доходов не будут изменены по данной системе налогообложения. Как и с НПД, данный эксперимент проводится на территории четырех регионов нашей страны. Это Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан. Но сразу хочу такое сделать отступление, что это не значит, что только если вы ведете деятельность на территории этих регионов, вы имеете право применять данную автоматизированную упрощенную систему. А на самом деле достаточно быть зарегистрированным как индивидуальный предприниматель и зарегистрировать свою организацию в одном из этих четырех регионов. И тогда вести деятельность можно в любом регионе страны и применять данную автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Я расскажу о ней и потом расскажу небольшой такой сравнительный анализ между автоматизированной системой и просто упрощенной системой налогообложения. И, ну, закончу, да, конечно, небольшим примером по подсчету, насколько это будет выгодно. С точки зрения, конечно, любой предприниматель, он хочет поменьше платить налогов, да, соответственно. И так, как я уже сказала, это эксперимент на территории четырех регионов нашей страны. Регулируется законом 17 ФСМ. И теперь переходим к тому, кто может применять автоматизированную упрощенную систему. Значит, те индивидуальные предприниматели и организации, то есть она доступна и организациям, и индивидуальным предпринимателям, которые имеют с доходом, с годовым доходом до 60 миллионов рублей, то есть как при патенте, причем оборот считается с начала года, то есть календарного года, с численности, средней численностью сотрудников до пяти человек. Сюда у нас ходят сотрудники как по трудовым договорам, так и внешние совместители, так и заключенные договора ГПХ. Организация, имеющая остаточную стоимость имущества, не более 150 миллионов рублей. И также только те индивидуальные предприниматели и организации имеют право работать на данной системе налогообложения, у которых открыты счета в уполномоченных, аккредитованных банках, поскольку в данной цепочке работы налогоплательщик, налоговая инспекция, большую роль также будет отведена, также большая роль отведена банкам. Значит, какие банки сейчас у нас аккредитованы? Это модульбанк, Сбербанк, это промсвязьбанк, точка, открытие, Альфа-банк. Вообще есть у нас такой сайт, вообще у нас есть сайт налог.ру, и сейчас есть сайт аоснналог.ру, где, собственно говоря, и написано все про данную систему налогообложения, и там же и вывешен список банков, которые участвуют в данном эксперименте. И это очень важно, то есть вы не должны иметь расчетный счет в ином банке, кроме того банка, который, собственно говоря, уполномочен работать по данной системе. У фирмы не должно быть филиалов и обособленных подразделений, доля участия в уставном капитале организации у компании должна быть не более 25%. Кто точно не может применять АОСН? Это банки, это адвокаты, медиаторы, нотариусы, это частные агентства по подбору персонала, иностранные фирмы, это ломбарды, производители подакцизных товаров, значит, фирмы, которые занимаются добычей полезных ископаемых, и что, наверное, сейчас будет очень важно, потому что вся эта история не совсем распространенная, особенно среди предпринимателей, на данную систему налогоблажения не могут переходить те индивидуальные предприниматели и организации, которые работают по договорам поручения, договорам комиссии и агентским договорам. То есть не только если вы являетесь там Валбересом, ПВЗ Валберес или ПВЗ СДЭК, и, соответственно, вы агент, или там вы работаете по договору поручения, но если вы сами тоже, как индивидуальный предприниматель и организация, работаете с любым агентом или с любым контрагентом по такому посредничеству договору, то вы не имеете права применять автоматизированную упрощенную систему налогоблажения. Почему заострила внимание? Потому что Анастасия про маркетплейсы, то есть вот если вы выходите из продажи своих товаров на маркетплейсы, то, соответственно, вы уже не можете работать по данному режиму налогоблажения. Переход на автоматизированную упрощенную систему добровольный. Да, забыла сказать, что данная система налогоблажения уже начала сейчас работать. Это с 1 июля 2022 года. Но сейчас на нее могут перейти только вновь созданные организации, индивидуальные предприниматели, подав в течение 30 дней, календарных дней, значит, уведомления, ну, как при обычной упрощенке, подав в течение 30 календарных дней после регистрации или, может быть, вместе с регистрацией, уведомления о переходе на данный режим налогоблажения. Для действующих индивидуальных предпринимателей и организаций переход на данный режим будет возможен только с нового 23 года. Как обычно, до 31 декабря подаем уведомления на переход на вот эту автоматизированную упрощенную систему налогоблажения. Какие налоги не платит налогоплательщик на данном режиме налогооблажения? Это, значит, не платим мы НДС, кроме возного и агентского налога. Ну, возной, если вы импортируете какой-то товар, то здесь все остается как прежде. Вы должны заплатить НДС, вы должны подать декларацию НДС и все соответствующие документы соответственно. Ну, в зависимости от того, откуда вы возите товар из стран ЕАЭС или из дальнего зарубежья. Соответственно, разные тут будут принцип действия. И агентский НДС. То есть, если вы выставляете счет-фактуру с НДС, хотя вы упрощенцы, да, или вы арендуете какое-то муниципальное или государственное имущество, то, соответственно, вы также не освобождаетесь от уплаты НДС и подачи декларации по НДС. Налог на прибыль, который рассчитывается по обычной отставке 20% при оплате этого налога с дивидендов и по операциям с отдельными долговыми обязательствами. Налог на имущество организации. То есть, мы знаем, что индивидуальные предприниматели организации на упрощенной системе освобождены от налога на имущество, кроме тех случаев, если это имущество оценено по кадастровой стоимости. В данном случае все то же самое на автоматизированной упрощенной системе тоже действует освобождение от налога на имущество, которое используется в предпринимательской деятельности. Вот этот момент очень важен. Но только если оно не оценено по кадастровственности. Если оценено, то налог на имущество платится. Торговый сбор также платится. И, соответственно, НДФЛ. НДФЛ мы тоже платим. Значит, налогоплательщики по ОСН выступают налоговыми агентами по НДФЛ. Но единственное но. Сам налогоплательщик не рассчитывает и не перечисляет НДФЛ в бюджет. За него это делает банк. Вот этот уполномоченный банк, с которым вы будете работать. Вот в этой связке налогоплательщиков НС обязательно действует в банк. Банк будет сам рассчитывать этот НДФЛ и сам перечислять его в бюджет. Но с налогоплательщика ни с чего не снялось. То есть вы должны предоставить в банк данные о начисленной заработной платы и данные о применяемых стандартных вычетах. То есть мы знаем, что мы имеем право применить стандартные вычеты на первого, второго, третьего и так далее ребенка. Вот эти данные вы должны будете предоставить в банк. Причем те работники, которые работают у работодателя, находящиеся на автоматизированной упрощенной системе налогообложения, не имеют права получить социальные и мышечные вычеты у работодателя. То есть это уже непосредственно в налоговую визу. Далее. Объект налогообложения и ставка налога. Значит, у нас, как и при обычной упрощенке, в автоматизированной упрощенной системе существуют два объекта налогообложения. То есть это доходы и доходы минус расходы. На доходах у нас, значит, ставка 8%, а на доходах минус расходах 20%. То есть ставки выше, чем на упрощенной системе. И если на упрощенной системе налогообложения регионы имеют право понижать эти ставки, допустим, у нас в Мурманске или в Чечне на доходах 1%, то на автоматизированной упрощенной системе, ну, по крайней мере, в рамках эксперимента такого дозволения, такой возможности у регионов нет. То есть ставка, она для всех одна. 8 и 20%. На упрощенной системе доход минус расход, также как, то есть на автоматизированной упрощенной системе, также как и на упрощенной, существует минимальный налог. Что такое минимальный налог? Если по итогам года у вас получается убыток, или ваш налог, рассчитанный по общим правилам, получается менее минимального налога, то на упрощенке обычной мы платим 1% от оборота. На автоматизированную упрощенной системе налогообложения то же самое, но только 3% от оборота. И что очень важно, налоговый период для автоматизированной упрощенной системы налогообложения это месяц, календарный месяц. То есть, как и на НПД, налоги надо будет платить ежемесячно. До 15 числа месяца следующего заотчетным налоговый обличный кабинет будет вам выставлять сумму налога к уплате и до 25 числа этого же месяца его надо будет заплатить. Можно будет включить автоплатеж, такая функция будет существовать. Поэтому, если у вас будет ежемесячно получаться на упрощенке дохода, минус расходы, убыток или налог уплате менее минимального, то вы будете платить 3% с оборота ежемесячно. Ну, вот так. И если... Сразу, да, вот отступлюсь. Если на упрощенной системе, на обычной упрощенной доходы, минус расходы, мы по итогам квартала платим авансовые платежи, если у нас получается убыток или налог менее минимального, то есть мы там не платим 1% от оборота. Мы его должны будем заплатить только по итогам года. Здесь такого не будет. То есть тут ежемесячно надо будет в этом случае платить минимальный налог 3% от всех доходов. Значит, сказал уже налоговый период месяц, и налог выплатится ежемесячно. Учет всех доходов и расходов будет вестись у вас в личном кабинете. То есть если, может быть, кто-то уже заходил в свой личный кабинет налогоплательщика, там появилось специально такое вот отделение, или как-то сказать, раздел АОСН. То есть вся информация по АОСН будет у вас храниться там. Что вы будете, то есть как будет вестись расчет доходов и расходов. Ну, во-первых, во-первых, на автоматизированной упрощенной системе налоговложения рекомендовано все расчеты производить безналичным путем, то есть через уполномоченный банк. Соответственно, доходы будут учитываться по мере поступления денежных средств на расчетный счет вашего организации, либо ИП, либо на дату оплаты покупки наличными денежными средствами и, соответственно, момент, когда вы выбили чек. То есть данные будут собираться из банка уполномоченного и из данных ОФД, да, потому что освобождения от ККТ здесь нет. То есть по ККТ вся та же история. Если вы там рысочной торговлей занимаетесь, то обязательно должны применять контрольно-кассовую технику. Поэтому учет доходов будет браться из банка, из данных ОФД, но мы знаем, что доходы упрощенцы, это не только деньги, поступившие на расчетный счет или в кассу организации индивидуального предпринимателя, это еще могут быть доходы появиться путем взаимозачета, да, когда вы своим контрагентом провели взаимозачет, и, соответственно, у вас образовался доход. Это взвозмездная какая-то аренда, имущество, когда у вас появился недостаток доход. Это может быть какие-то, если с вами контрагент расплатился, допустим, не денежными средствами, а, ну, чем-то в натуральной форме у вас тоже появился доход, да, то есть и вот эту всю информацию вы, как законопослушный налогоплательщик, должны будете отразить в своем личном кабинете для того, чтобы налоговая, соответственно, верно посчитала вам налогоплать. Какие доходы не будут учитываться на данной автоматизированной системе, тут все то же самое, как на упрощенной системе, то есть это личные средства предпринимателя не попадают в налогооблагаемую базу, это займы не попадают в налогооблагаемую базу, возвраты, соответственно, если вам вернули денежные средства, вы там оплатили поставщику, а потом сделка разорвалась, и вам вернули, да, денежные средства, они тоже не попадают в налогооблагаемую базу, то есть субсидии, если они не должны попасть в налогооблагаемую базу, они тоже не попадут в нее. Кстати, вот тут момент интересный, что распределение доходов на принимаемые и непринимаемые к учету будет ввести банк. Вот. И вот эту информацию будет предоставлять налоговую инспекцию. То есть для меня, понятно, сейчас загадка, как это будет делать банк, потому что, видимо, банк любит у себя сажать каких-то налоговых консультантов или специалистов. Так. То есть сказала, что информация о ваших доходах будет поступать через онлайн-кассу, через полномочный банк и, соответственно, вы, как законопослушный налогоплательщик, отражаете свои неденежные, так скажем, доходы в личном кабинете индивидуального предпринимателя либо организации. Расходы. С расходами здесь интереснее. То есть здесь уже, если на упрощенной системе налогообложения доходно-расходной, мы расходы принимаем к расходам только те, которые содержатся в перечне 346-16 статьи налогового кодекса. И этот перечень закрытый и другие расходы принять к уменьшению налогооблагаемой базы нельзя. Здесь такого нет. Здесь как бы не привязано к расходам, соответственно. Так, секундочку. Здесь не привязано к данной статье. И расходы будут вестись, то есть учитываться также по оплатам с расчетного счета. Причем, опять же, отличие от упрощенной системы налогообложения на обычные упрощенные доходно-расходные мы можем взять в расходы, ну, допустим, материалы, да, только после оприходования и полной оплаты поставщику. А товары, допустим, только после оприходования, оплаты поставщику и реализации этих товаров конечному потребителю. То есть здесь есть условия принятия расходов. На автоматизированную упрощенной системе налогообложения, ну, с этим никто не будет им заниматься. Поэтому, как только у вас поступила оплата там поставщику, даже если это предоплата, аванс какой-то, то, соответственно, будет попадать в ваши расходы, уменьшать вашу налогооблагаемую базу. Если у вас расходы происходят наличными денежными средствами, там, через подотчетное лицо, тогда вы должны будете пробить кассовый чек с признаком расход для того, чтобы, опять же, налоговая увидела, что вы произвели расход наличными денежными средствами. Вот таким образом будет учитываться расход на автоматизированной упрощенной системе налогообложения. Торговый сбор, упрощенную систему налогообложения автоматизированную можно будет уменьшать на уплаченный торговый сбор. Ну, сейчас его платят только в городе Москва, как бы в других регионах данного торгового сбора нет. Что касается страховых взносов, то есть, если сейчас мы платим на упрощенке страховые взносы за себя, фиксированные, 1% свыше 300 тысяч рублей и, соответственно, мы платим за сотрудников ФФР, ФОНС, ФСС и на несчастных случаях, там, профессиональных заболеваний, то на автоматизированной упрощенной системе налогообложения страховые взносы не платятся. Не платятся они за сотрудников. И здесь, конечно, было, когда я только начинала писать по стейпу про автоматизированную упрощенную систему, было очень много вопросов, а как же теперь пенсия у средственных работников, что не останется без пенсии. Нет. Начисление там баллов, все будет идти как прежним, исходя из уровня заработной платы за счет бюджета. То есть не за счет работодателя, а за счет бюджета. Но страховые взносы за сотрудников не платим. Платим только взносы несчастных случаев, профессиональных заболеваний, то эта фиксированная сумма составляет сейчас 2040 рублей, она будет индексироваться. 2040 рублей за всех сотрудников, так скажем, один раз. Ну, то есть можно разделить на 170 рублей в месяц, либо удаленную платежку заплатить. Также не платятся страховые взносы за себя фиксированные и не платятся 1% свыше 300 тысяч рублей. Соответственно, не платим взносы, не можем уменьшать никакую упрощенку. Поэтому автоматизированная упрощенная система налогобложения, если мы говорим про доходы, она уменьшается только на торговый сбор. Ну, а если мы говорим про доходно-расходную, то в расходы не попадает уплаченные взносы, потому что их нет. Единственное, что доплатим, это НДФЛ, но НДФЛ платится и в средств сотрудника. Опять же, повторюсь, рассчитывая это в банк, но мы в банк предоставляем данные расчеты заработной платы и о применяемых стандартных вычетах. Что очень важно забыла сказать, что на автоматизированной упрощенной системе налогобложения ваши сотрудники имеют право получать заработную плату только по безналу. Причем вы не имеете права работать с налоговыми нерезидентами. Также вы не можете применять автоматизированную непрощенную систему налогобложения, если у вас работают сотрудники, которым исчисляется НДФЛ поставки и ночью 13%, там 30-35% тоже это, то есть нельзя будет. Далее, про страховые взносы сказала, что их не будет. Про отчетность, да, что тоже очень важно и многих волнует. Отчетности именно по автоматизированной упрощенной системе налогобложения ее нет. То есть деклараций нет. Еще очень важный момент. Нету книги доходов и расходов, которые многие не ведут, о которых даже многие не знают, но любой упрощенец обязан ввести книгу доходов и расходов и хранить ее после завершения налогового периода в течение пяти лет. Так вот, на автоматизированной упрощенной системе не нужно ввести пудир, но весь учет доходов и расходов нужно ввести в личном кабинете, да, то есть вы должны туда все это вот записывать, записывать, все это там отражать для верного подсчета вашего налога. То есть нету деклараций по самой автоматизированной упрощенной системе, нету расчета по страховым взносам, нет расчета 6 НДФЛ, нету расчета 4 ФСС, СССР, СССР тоже там подаются в исключительных случаях, но с 1 января 23 года вообще они упраздняются, там будет меняться вообще сама система отчетности, потому что у нас объединяется фонд ФСС и фонд ПФР, единый фонд пенсионного и социального страхования, и все эти отчеты упраздняются, меняются на единый персонифицированный отчет, плюс еще добавляется новая форма отчетности в ФНС, но тут непонятно, а усенщики будут ее подавать или нет. Сохраняется бухгалтерская отчетность для организации, то есть баланс отчета о финансовых результатах подаем, сохраняется отчет СЗВТД, это при приеме увольнения сотрудника, в переводе сотрудника, при переименовании организации, при выборе сотрудником электронной или трудовой, или бумажной трудовой книжки, то есть СЗВТД сохраняется, бухгалтерская отчетность сохраняется, сохраняются декларации при НДС, как я уже вначале сказала, при соответствии на возном НДС, а также при, если вы являетесь новым агентом по НДС. Что нельзя делать на новом режиме? Нельзя новый налоговый режим совмещать не с одним другим режимом налогообложения. То есть если вы применяете ОСМ, патент применять нельзя. Брать к себе, как я уже сказала, налоговых нерезидентов и нанимать сотрудников на работы, которые дают право на досрочную пенсию, прежде всего это вредные производства, платить зарплату наличными или минуя банк, то есть через другой банк тоже нельзя. Выплачивать доходы, облагаемые НДФЛ, по ставкам 9,15,35%, то есть у бизнеса не получится, например, выплачивать сотрудникам доход свыше 5 миллионов рублей. Также нельзя выплачивать доход в натуральной форме или доходы, которые возникают, на которых возникают материальные выгоды. Ну, собственно говоря, вот такой краткий экспорт в автоматизированную упрощенную систему. Вот, да, вот такие моменты еще очень важные, хотела сказать, про налоговые проверки, которые тоже всегда волнуют налогоплательщиков. На автоматизированной упрощенной системе налогообложений не будет в выездных налоговых проверках, то есть выездных налоговых проверок не будет. Но камеральные налоговые проверки, которые у нас существуют для всех систем налогообложения после сдачи расчета или декларации, они будут, и будут они проводиться по истечении календарного года применения налогоплательщикам автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Будут проводиться они также в течение трех месяцев. Если организация захочет ликвидироваться, то пока не пройдет камеральная проверка его ОСН, значит, организацию, значит, СНС не даст добро на ликвидацию. Как перейти на автоматизированную упрощенную систему? Как я уже сказала, сейчас только вновь созданным организациям, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в четырех регионах эксперимента. Действующие организации, индивидуальные предприниматели могут перейти на автоматизированную упрощенную систему только с 1 января 2023 года, в течение года добровольно отказаться от АОСН нельзя, можно слететь с АОСН, если вы нарушаете, соответственно, лимиты, то есть превышаете оборот, берете нового сотрудника, то, соответственно, вы должны до 15 числа следующего месяца подать уведомление о том, что вы утрачиваете право на применение АОСН и с этим уведомлением вы также имеете право подать уведомление о переходе на упрощенный режим налогообложения или ЕСХН. Если вы не подадите такое уведомление, то, соответственно, вы автоматически окажетесь на общем режиме налогообложения. Также налоговая, если сама обнаружит, что вы не подходите под АОСН, она, соответственно, пришлет вам уведомление об этом и вы в течение 30 дней должны также подать уведомление о переходе на упрощенный или ЕСХН режим налогообложения. А, в течение 10, нет, в течение 30 дней, да, все верно. Так, Анастасия не сильно заговорила, а то я говорю-говорю. Нет, не переживайте, все нормально, все понятно. У нас есть большой плюс того, что мы все-таки сделали запись. Если у кого-то остались вопросы, просто могут пересмотреть. Но в любом случае я оставила ссылку на ваш телеграм-канал, люди могут перейти и там обратиться. Единственный был вопрос в чате телеграма моем по поводу того, а распространяется ли эта система налогообложения на Республику Беларусь. Скорее всего, нет, по-моему, нет, но все-таки я решила оставить, чтобы вы это проговорили сами. Данная система налогообложения до конца 27-го года действует только на территории 4 регионов. То есть вы должны быть зарегистрированы в Москве, Московской области, Калужской области или Республике Татарстан. И только в этом случае вы имеете право применять данные автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Ну, я, в принципе, так и знала, но я решила, что на всякий случай мы с вами это проговорим. У меня вопросов не осталось, но, скорее всего, это еще связано с тем, что я чуточку знала. Но, в любом случае, было информации, на самом деле, очень-очень много, было подробно, вы рассказывали постепенно, грубо говоря, знаете, по нарастающей, чтобы картинка формировалась. Если что, у кого-то останутся вопросы, я у себя в Телеграм-канале дам вот после этой трансляции еще раз, либо она уже была, либо и дам еще раз ссылку на Телеграм-канал Кристины. Вы можете спокойно переходить туда, если что, задавать вопросы, если, опять же, по поводу вот этой системы налогообложения, потому что не все там продают на маркетплейсах, например, да, либо у кого-то несколько организаций, и по, допустим, организации, в зависимости от рода деятельности, каждый ведет свою систему налогообложения. Поэтому, в любом случае, это было очень интересно, это было очень полезно. Я внимательно слушала, хотя с выключенной там микрофона, с выключенной камеры я была с вами. Спасибо большое. Анастасия, можно я еще добавлю такой момент? В любом случае, да, как бы у многих сразу возник вопрос, вернее, даже не вопрос, а такое вот, там, ура, автоматизированная упрощенная система налогообложения. И дело в том, что у нас налогоплательщики не очень любят бухгалтеров и считают, это не совсем важной статьей затрат в своем бизнесе. Да, для многих это потом оказывается достаточно дорого, потому что, ну, своевременно не обратились. Поэтому автоматизированная упрощенная система налогообложения освобождает ли вас от бухгалтера или нет, это, конечно, решать вам. Другое дело, переходить ли вам на нее или нет, здесь нужно будет просчитать. И здесь, скорее всего, вам потребуется уже помощь специалиста, потому что есть выбор между упрощенным режимом налогообложения, автоматизированным режимом налогообложения и, соответственно, патентом. И вот, ну, сейчас я и приводить даже пример, я вот хотела привести пример, не буду, потому что, ну, на словах это будет непоказательно. То есть нужно осмотреть по каждым цифрам, если мы возьмем, допустим, оборот, ну, вот если показательно взять 4 миллиона рублей на упрощенке дохода и на автоматизированной упрощенной системе дохода чаще 4 миллиона рублей, и мы будем говорить, что мы ИП без сотрудников, то есть мы не возьмем в расчет сотрудников, то по итогу на упрощенной системе доход вы заплатите за год, мы возьмем период, календарный год, 240 тысяч рублей, а на автоматизированной упрощенной системе 320 тысяч рублей. Я не говорю о том, что она всегда невыгодна. Нет, вероятно, при определенных показателях бизнеса, а скорее всего, это бизнес не очень с большими оборотами, но, собственно говоря, по своим лимитам, да, 60 миллионов рублей в год, мы понимаем, что это бизнес не с большими, не с большими оборотами, ну, как бы рассчитана система на такой бизнес. То, возможно, если бизнес не с очень большими оборотами и без сотрудников, то это будет более выгодно с точки зрения налогов. Но, опять же говорю, нужно считать, потому что порой с патентом никто не сравнится. Если вы можете применять патент, то, вероятно, вам будет выгоднее патент. Отвращайтесь к специалисту, просчитывайте налоговую нагрузку перед тем, как на что-то решиться. Что касается, нужен ли бухгалтер или не нужен, если вам не нужен бухгалтер, то в любом случае я бы не стала на 100% доверять расчет своего налога полномоченному банку и федеральной налоговой службе. То есть вы в любом случае должны будете все это сами учитывать, считать, проверять, сверяться с бюджетом, узнавать и так далее. Потому что, ну, не хочу ничего говорить, но ошибки, они у всех возможны. В полномоченных банках я не знаю, кто будет сидеть, кто будет там рассчитывать НГПЛ, кто будет делить ваши доходы на принимаемые, непринимаемые и так далее. Поэтому тут как бы доверяться на 100% я бы не стала. Такая вот рекомендация. По поводу, да, в принципе, использования и работы с бухгалтерами, я тут тоже полностью согласна. В зависимости, конечно, от объемов, может быть, и на старте можно самостоятельно, как я это делала, я тоже на старте там самостоятельно. Но все дошло до того момента, когда нужно было сделать декларацию и решила. Это не стоит моего времени. Пусть человек, который профессионал, в этом разбирается. Поэтому я всегда как бы за то, что в любых сферах делегировать людям, которые в этом разбираются, чтобы не сделать ошибок, чтобы сэкономить свое время и, опять же, даже, грубо говоря, даже на этом больше заработать, когда не вы это делаете, а человек, который в этом разбирается. В любом случае, я надеюсь, у людей будут вопросы, да, те, кто с нами сегодня был, и те, кто будет смотреть это потом в записи, будут вопросы, они обратятся с этими вопросами, потому что Кристина же не только занимается автоматизированным, прощенным системам налогового обложения, достаточно большой спектр услуг, поэтому, я думаю, вопросы будут в любом случае. Спасибо большое, что пришли сегодня, спасибо большое, что подробно рассказали. Очень приятно было слушать, очень было интересно. Обязательно будем ждать еще. Я думаю, у нас еще будут какие-нибудь новости, поэтому будет что обсудить. Вот. Ибо вам, что пригласили, да. Да. И всем большое спасибо, что были сегодня онлайн, и большое спасибо тем, кто будет смотреть это в записи. Все. Всем хорошего вечера и отдыхайте. Все. Пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok